Вот это топ-3 злаков, которые есть у меня дома. Другие злаки у меня вообще дома отсутствуют. Но гречка полезна не только тем, что она не содержит глютен. Она содержит массу полезных веществ. Всем привет! С вами Ксения Черная и вы смотрите канал про здоровье. И сегодняшнее наше видео будет посвящено нашему родному злаку гречке. Мы поговорим о том, действительно ли она так полезна, какой вид гречки максимально полезный и что можно с ней делать. И начнем мы с того, откуда гречка появилась. Ведь у нас принято считать, что гречка это наш российский злак. Но это не так. Гречка вообще появилась из Индии и Бирмы. Потом она переместилась в Грецию и уже из Греции распространилась по всей Европе. Поэтому, когда мы говорим, что есть наши родные злаки, мы все-таки должны знать историю и понимать, что не все злаки являются нам родными. Гречка это одна из самых лучших злаковых культур по нескольким причинам. Самая важная ценность гречки в современной жизни, то, что гречка не содержит глютен. Слава богу, есть злак, который его не содержит. Про глютен мы с вами говорим много. На самом деле, эта тема не очень веселая и очень важная. Кому-то глютен нужно исключать категорически, кому-то можно оставить чуть-чуть, кому-то нужно сократить на определенный срок. Но мы должны с вами знать и помнить, что глютен может приводить к расстройствам системы пищеварения, к аутоиммунным заболеваниям, усугублять воспаление в организме. Поэтому мы должны оценить свое состояние организма, понять, кому из вас в каких количествах глютен разрешен, а кому запрещен навсегда. Для того, чтобы в этом разобраться, я вас приглашаю на бесплатную онлайн-встречу в лабораторию здорового пищеварения. Там на протяжении трех часов мы будем обсуждать, кому глютен вреден, кому нет, и какие продукты еще запрещены при проблемах с системой пищеварения. Обязательно приходите, регистрируйтесь, ссылка находится в описании к этому видео. Гречка – это та крупа, которая разрешена практически всем, в том числе на различных лечебных системах питания. Так вот, гречка может быть разных видов. Она может быть зеленая, и она является самой полезной, про нее мы поговорим, и пропаденная, и обжаренная. И чисто визуально это можно понять по цвету. Сама по себе гречка имеет такой натуральный зеленый цвет, вы видите его на картинке, и только при термической обработке она меняет свой цвет. Либо на светло-коричневый, если она пропаденная, либо на темно-коричневый, если она еще и обжаренная. И, естественно, ее польза сокращается в процессе того, что она пропадывается и обжаривается. И в идеале, конечно, мы должны есть гречку зеленую. Она будет немного дороже, чем гречка обжаренная. Мы показывали с Колей это в видео с супермаркетов. И единственное, что зеленая гречка по вкусу нравится меньше большинству людей, чем обжаренная. Опять же, в силу привычки и в силу того, что, например, в Советском Союзе, когда в нашем детстве гречка зеленая практически не продавалась. Но сейчас она есть, ее можно проращивать, ее можно также готовить, как обычный злак. Единственное, что зеленую гречку, ее нужно замачивать перед приготовлением. Она вырабатывает слизь, и это нормально, поэтому зеленую гречку после замачивания мы очень-очень хорошо промываем. Но гречка полезна не только тем, что она не содержит глютен. Она содержит массу полезных веществ. И начнем с белка. Это один из лучших злаков по той причине, что она содержит целых 18 аминокислот. И по сути, гречку практически можно сравнить по содержанию белка даже с животным белком. Поэтому я всегда говорю, что если вы выбираете какие-то злаки и едите крупы на постоянной основе, то гречка является одним из лучших злаков. И если большая часть круп, например, запрещена, если у вас есть лишний вес, их нельзя есть там ни в каком виде, то гречку можно есть и при лишнем весе, и при инсулино-резистентности. Вопрос в том, в какой прием пищи вы ее едите. И именно потому, что в гречке содержатся аминокислоты, а именно в большом количестве содержится триптофан, то гречка часто поднимает настроение. И на примере гречки я всегда говорю, что вообще-то все наши полезные углеводы, они очень сладкие. И вот если вы разжуете гречку во рту до кашетообразной консистенции, то вы поймете, что этот злак на самом деле очень сладкий. Более того, помимо белка в гречке содержатся витамины и минералы. И на первом месте в ней содержится токоферол, это витамин Е. Это витамин, который отвечает за качество нашего зрения и за качество наших кожных покровов. Поэтому гречка это тот злак, который положительным образом влияет на качество нашей кожи. И многие мне говорят, Ксения, вот мы откажемся от сахара, от выпечки, от булок, и откуда же мы будем получать энергию, откуда мы будем получать витамины и минералы. Вот, цельный злак, гречка, прекрасный источник и аминокислот, и витаминов, и минералов. То, что касается минералов, то гречка содержит калий, фосфор и магний. Это топ-3 минералов, не содержащихся, которые также отвечают за расслабление, за улучшение и качество наших костей. Поэтому гречку может есть практически каждый. И очень часто мы начинаем водить деткам прикорм с рисовой крупы. Так вот, я бы водила прикорм именно с гречки. Отдельно еще хочется остановиться на минералах. Это кремний и железо. Железо, вопреки расхожему мнению, как раз в гречке содержится не так, чтобы очень много. И мы знаем, что негемовое железо усваивается всего лишь на 5-15%. А вот кремний, который отвечает за качество наших волос, ногтей и суставов, в гречке содержится в очень большом количестве. Таким образом, добавляя гречку в свой рацион, вы получаете аминокислоты, источник растительного белка. А по белку, по источнику белков у нас страдает большое количество населения. Мы белка не доедаем. Во-вторых, гречку можно тем, у кого есть лишний вес. И здесь можно не переживать о том, что вы едите углеводы и поправляетесь. В-третьих, вы получаете источник витаминов и минералов. Помимо кремния, который укрепляет стенки сосудов, качество ваших волос, вы получаете и витамины группы В. И если, например, мы отказываемся от ржаного хлеба, дрожжевого, про который мы говорим, что в идеале мы убираем все рафинированные углеводы, которые содержат еще в своем составе и дрожжи, то как раз гречкой можно заменить витамины группы В. Возвращаясь к тому, какая гречка самая полезная и в каком виде мы ее можем есть, проговорим, что зеленая гречка является максимально полезной. Особенно, если вы будете ее готовить, проращивать, замачивать и из замоченной гречки делать, например, творожок. У нас было видео по самым простым рецептам. Вы замачиваете гречку на ночь, промываете, взбиваете ее блендером, и уже у вас получается творожок. Туда вы можете добавить абсолютно разные ингредиенты. Это может быть авокадо, банан, ягоды, семена, орехи. И вот, если вам нельзя есть обычный творог, то творожок из зеленой гречки является отличной заменой. На втором месте, естественно, это наша обычная гречневая крупа. Но мы с вами знаем, что коричневая гречка, которая является как раз пропаренной, либо обжаренной, уже будет обладать меньшим количеством микроэлементов, про которые мы сказали выше. Но в качестве гарнира это хороший вариант. Также у нас есть самый популярный рецепт из зеленой гречки, коль мы можем его прикрепить к этому видео. Зеленая гречка кому-то нравится, кому-то нет, но это топ-хит среди всех хлебов, если мы заменяем обычный глютеновый, пшеничный, либо ржаной хлеб. Готовьте, это делается очень просто, гречка в процессе ферментируется, и вы с одной стороны едите хлеб, а с другой стороны получаете источник белка, а не углеводов в случае с обычным хлебом. Далее, когда мы говорим, а на что же заменить обычную пшеничную муку? Вот как раз мука из гречки и мука из зеленой гречки является отличным вариантом. Это не будет таким рафинированным углеводом, как пшеничная мука, кукурузная или ржаная, и при этом вы будете иметь безглютеновую муку, и вы из такой муки можете делать блины, оладьи, добавлять в любую выпечку, и это будет максимально полезной заменой обычному виду муки. А гречного молока нет? Есть. Но вот это как раз я уже не очень за, да, мы с тобой разбирали замены, потому что в любом случае это будет перемолотый злак, это лучше, чем будет овсяное молоко, или рисовое, например, или пшеничное, за счет как раз большего содержания белка, но все равно это уже мука, перемешанная с водой, и если мы говорим про молоко, то лучше, чтобы это были жирные виды молока, там, кокосовое, миндальное, но мы с тобой уже об этом говорили. Ксюш, а как много в твоей жизни гречки? Ну, не так, чтобы очень много, в силу того, что я крупы из лаки вообще ем в минимальных количествах, я получаю углеводы в основном из крахмалистых овощей, и все-таки я считаю, что это более полезный источник микроэлементов, потому что ем всего два раза в день. Но если я выбираю что-то из злаков, то у меня всегда есть гречка, гречка у меня есть ребенок, это гречка, кенуа, потому что кенуа является псевдозлаком, также чемпионом по содержанию белка, и это черный рис, который по сути не рис, а растение. Вот это топ-3 злаков, которые есть у меня дома, другие злаки у меня вообще дома отсутствуют. Спасибо, что смотрели это видео до конца, напишите в комментариях, кто из вас ест зеленую гречку, кто из вас попробует после видео зеленую гречку, и что у вас из этого получилось. Обязательно попробуйте творожок из зеленой гречки. С вами была Ксения Черная, вы смотрели канал про здоровье, единственный канал на YouTube, где мы говорим о здоровом питании не с точки зрения похудения, а с точки зрения восстановления здоровья.